С 17 по 26 июля включительно на территории Бреста и Брестского района проводится комплекс специальных мероприятий в рамках ДКД «Бесправник». Все они направлены на две категории водителей-нарушителей, не имеющих права управления транспортным средством и тех, кого прав лишили. В последнее время на дорогах Брещины участились дорожно-транспортные происшествия, возникшие по вине бесправников. С начала года с данной категорией участников дорожного движения уже зарегистрировано 36 дорожных аварий, в которых 8 человек погибли и 37 человек получили травмы различной степени тяжести. Что касается работы сотрудников госавтоинспекции, то с начала текущего года за данный вид правонарушения к административной ответственности привлечено около 5000 водителей, не имеющих права управления. В большом потоке машин традиционном для М1 выявить нарушителя задачи не из простых, но у сотрудников госавтоинспекции в качестве помощника есть специальное устройство, название которого давно на слуху у водителей. Аппаратно-программный комплекс «Автоураган» предназначен для выявления и автоматической фиксации нарушений. Система считывает регистрационные знаки автомобиля и в последующем, если данный автомобиль оформлен на водителя, который лишен права управления, либо не имеет права управления, она просто моргает красным и через 500 метров стоит сотрудник госавтоинспекции, который непосредственно останавливает данного водителя и привлекает к административной ответственности. Конечно, бывают случаи, что за рулем транспортного средства находятся и люди, которые имеют право управления. В данном случае с ними проводится профилактическая работа и дальше они продолжают движение. Согласно законодательству, за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, равно как и за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления, грозит наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин. Сами водители, к слову, такие проверки на дорогах одобряют и считают, что выполнение правил дорожного движения – залог безопасности его участников. Контроль нужен, потому что без контроля получается, как говорится, без власти на дороге. Много машин сегодня, должен быть контроль, обязательно контроль. Если я чувствую, что я не нарушаю, о чем не волноваться? Вот и все, едь не нарушай, это первое правило для водителя. Едь ничего не нарушай. Не существует, я так понимаю, что определенные плановые проверки, декады какие-то, вернее, по борьбе с какими-либо нарушениями. Я так понимаю, что это работает, что нужно бы являть определенные какие-то нарушения или предотвращать, скажем так, чтобы никто особо не пытался, скажем, нарушать правила или что-либо другого. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.